За какую сумму Лоту Гули вернул титул Арману Калужскому? Как Лоту Гули вернул титул Арману Калужскому? Вероятно, вор в законе Надир Салифов, Лоту Гули, заранее предвидел свой конфликт с оппозиционно настроенными к нему законниками, поэтому первым начал укреплять свои позиции. Так, 26 августа 2019 года Гули созвал на сходку в Турции воров от Аритоточию, Бяти и Юрия Усаяна, Юра Лазаревский, с целью вернуть воровской титул уважаемому в Тверской и Калужской областях Арману Джаниняну, Арман Калужский. Своего воровского имени Арман был лишен 20 лет назад, что впрочем не мешало ему устанавливать контроль в упомянутых регионах России. Такой союзник был необходим Салифову, к тому же Джанинян уже как три года находился на территории Турции. Вопрос с восстановлением Армана в воровских правах был довольно щепетильным. Дело в том, что человеком, который раскороновал его, является покойный ныне вор в законе Маис Карапетян, Маис Кироваканский. А по законам преступного мира именно вор, лишивший другого законника имени, мог вернуть оппоненту воровской статус. Для этого необходимо было собраться на сходку, где авторитеты смогли бы прийти к какому-то решению. Другие воры в этом случае могли присутствовать на такой сходке в качестве третейских судей. Но так как вопрос с Карапетяном не мог быть решен по причине его смерти, то и статус Армана долгое время звучал как бывший вор. Никто не осмеливался поднять вопрос о том, чтобы восстановить Джаниняна в его полномочиях. Между тем, он был смотрящим за Калужской областью, что не противоречило воровским правилам. Как говорит источник, Арман Калужский был коронован в 1996 году, в возрасте 18 лет, с подачи такого вора, как Майол Смкарчан Кант. Уже через три года у него возник конфликт с Маисом Карапетяном, который для его разрешения пригласил Армана на сходку с присутствием нескольких воров. Однако молодой законник проигнорировал данное мероприятие, после чего и лишился своего титула. После этого он на 16 лет отправился в тюрьму за разбой и вымогательство. Не имея воровских полномочий, Джанинян провел срок, как и подобает настоящему, отрицали. Поэтому после выхода на свободу был встречен достойно ворами, которые поддерживают Надира Салифова. Видимо, главный азербайджанский вор увидел в Армане родственную душу, так как сам вышел недавно на свободу, также отбыв крупный срок заключения. Решение о восстановлении Армана в воровском статусе принималось не спонтанно. Некоторое время воры совещались и, по словам источника, отправляли малявы тюремные записки по зонам, чтобы узнать мнение правильных арестантов о кандидате. Оказалось, что никто не мог сказать о Джаниняне ничего компрометирующего. Все сошлись во мнении, что он не совершил ничего, за что его не стоило бы прощать, и за минувшие 20 лет доказал свою преданность ворам в законе. Таким образом, Арман Калужский вновь обрел свое воровское имя – Алоту Гули влиятельного союзника. Смотрящий за тверскими армянами вор в законе Арман Джанинян, Арман Калужский. В 2008 году вор в законе Арман Джанинян попытался обложить данью всех армян в Тверской области, невзирая на сферы их деятельности. Под пресс боевиков попали не только торговцы с рынков, но и простые наемные работники, часть заработной платы которых должна была пойти на воровские нужды. Арман как раз вернулся из мест лишения свободы и решил обосноваться на территории Твери, начав осваивать новые для себя территории. Земляки не очень были рады появлению авторитета, который с помощью гугроз вымогал у них приличные суммы денег. В итоге его деятельностью заинтересовались силовики, и вскоре Джанинян в очередной раз отправился в места не столь отдаленные. Арман Джанинян Джанинян Арман Маисович родился 19 марта 1977 года в армянском селе Адзун. По информации источника, с подросткового возраста Джанинян вошел в криминальные круги, а в 17 лет уже попал в колонию за совершение кражи. Суд присудил авторитетному подростку два года лишения свободы. На зоне он не отказался от воровских принципов, а наоборот Риана поддерживал так называемый воровской ход. Это и стало причиной, побудившей таких воров, как Терпагасян Ваник и Мкрчан Майолс, короновать его летом 1996 года в Москве, сразу же по освобождению. Таким образом, в возрасте 18 лет Арман Джанинян получил свой воровской титул, которого в дальнейшем несколько раз лишался и вновь обретал. Сразу же после коронации Арман обосновался в Калуге, отчего и получил свое прозвище Арман Калужский. В этом городе он попытался подчинить себе местный криминальный мир, однако в 1999 году неожиданно был вызван на сходку самим Маисом Карапетяном, Маис Кироваканский, который усомнился в новоиспеченном законнике, и хотел лично поговорить с ним за воровские дела. Но Арман Калужский не удостоил своим вниманием авторитетного Маиса и в итоге был им раскоронован. Через два года Маис будет убит, а Арман Калужский так и не решил свой вопрос с ним, касательно своего положения, в дальнейшем представляясь всем коронованной особой. В апреле 2001 года, когда Арман попал в заключение за разбой на 8 лет, он с самого начала объявлял себя вором и в СИЗО, и в тюрьме. Этим нажил себе немало врагов из числа влиятельных законников, с которыми приходилось пересекаться во время длительной отсидки. Находясь в 2003 году в колонии Иркутской области, Арман Калужский получал угрозы со стороны Владимира Тюрина, Тюрик и Георгия Углавы, Тахи, из-за чего был изолирован администрацией колонии от других осужденных. Полностью отбыв свой срок, Арман Джанинян освободился в апреле 2008 года из Тверской колонии и решил остаться в Твери, уже наладив среди местного криминалитета неплохие связи. В конце 2008 года Арман Калужский начал вымогать у своих земляков, находящихся в Тверской области, деньги. Эти поборы он сам называл налоги на армян. Каждый армянин был обязан платить Джаниняну тысячу рублей в месяц. Те, кто занимался бизнесом, должны были выплачивать ракетиру уже от двух до десяти тысяч долларов в месяц. Тем, кто противился такому указу, угрожали физической расправой. Сам Джанинян на встрече со своими жертвами обещал перерезать им горло в случае отказа. Несколько бизнесменов, попавшие под пресс Армана, оказались под крышей Саши Севера. Авторитетный вор в законе встретился с Арманом и объяснил ему, чем чревато такое поведение. В итоге от этих бизнесменов отстали, в то время, как другие армяне продолжили платить Джаниняну. Естественно, что такое положение не могло существовать долго, и в конце концов один из армянских бизнесменов написал заявление в милицию, обвинив Армана Джаниняна в вымогательстве. Такой поступок жертва рэкета могла себе позволить, так как в ближайшее время бизнесмен намеревался перебраться в США, где, по его мнению, руки Армана Калужского уже не смогли бы его достать. Игра в умалишенного. Операция по задержанию Армана состоялась в одном из московских ресторанов, где непризнанный вор в законе собирался получить со своей жертвы 10 тысяч долларов. Джанинян был вместе со своим товарищем Арменом Аганесяном по кличке Будулай. Пришедший на встречу бизнесмен, действовавший под контролем оперативников, сообщил, что привез с собой только часть требуемой суммы в рублях. Блатные сперва высказали свое недовольство этому, но затем согласились взять деньги. В итоге после передачи купюр в помещение нагрянули оперативники, которые и задержали двух вымогателей. При Армане помимо денег обнаружили еще и наркотики. Побывав в Бутырке и Матросской тишине, Джанинян 6 апреля 2010 года был осужден Чертановским судом Москвы к 8 годам лишения свободы. Его поддельник Будулай получил 5 лет заключения. На суде Арман Калужский вел себя вызывающе, пытался выдать себя за сумасшедшего, раздевался до гола и лаял, заявив, будто после окончания школы стал собакой, с тех пор питается только из миски и ведет соответствующий образ жизни, а затем неожиданно переходил на угрозы в адрес свидетелей. Как рассказали сотрудники ФСИН, в камере Джанинян также стал ставить тарелку с едой на пол и есть из нее по собачьи, без приборов. Однако эксперты признали Джаниняна полностью вменяемым. Поняв, что от ответственности уйти не удается, вор в законе устроил новое представление, после начала оглашения приговора его привезли из СИЗО в конвойную комнату суда, в которой Арман Калужский полностью разделся и лег на пол. Конвойным с большим трудом удалось дотащить его до зала, где проходили слушания. Там голого ракетира прикрыли рубашкой, однако он ее постоянно скидывал, продолжая настаивать, что он собака. В итоге судья так и не поверил в невменяемость подсудимого и вынес суровый приговор. Признание вором. После отбытия срока, 27 июля 2016 года, Арман Джанинян освободился из верхнеуральской тюрьмы. Он сразу же принялся восстанавливать свое воровское имя. В итоге это у него получилось. С подачи такого законника, как Атари Татачи, Арман Джанинян был восстановлен в своем воровском титуле 26 августа 2019 года. Сходка по этому поводу состоялась в Турции. Помимо Татачи, в поддержку Армана высказались Юрий Усаян, Юра Лазаревский и Надир Салифов, Лоту Гули. Именно Гули обзвонил все армянских воров, которые когда-то имели претензии к Арману, и выяснил, что на данный момент никто не предъявляет к Джаниняну никаких претензий. Сейчас у Джаниняна есть все предпосылки занять одно из ведущих мест среди армянских законников. В Армении его активно поддерживают влиятельные воры Андроник Сагаян, Запленин Аканский, Геворг Меликян, Геворик Ашаканский и Армен Казарян. Продолжение следует...